Рад приветствовать вас, уважаемые друзья-подписчики в социальных сетях. В эфире Эхо Москвы, Виктор Шендерович. Сомневаюсь, что кто-то из моих подписчиков не знает, о ком именно речь. Но, как говорится, на всякий случай. Российский прозаик, поэт, драматург, сценарист, телерадиоведущий, сатирик, либеральный публицист, колумнист журнала The New Times в среду, 17 июля сего года, естественно, признаюсь, имел удовольствие смотреть и слушать с интересом то, что сейчас именуется как стрим. Вопросы можно было задавать в чате трансляции. Обязательно дам ссылку. Но для того, чтобы вы имели представление, что это было, фрагмент из этой программы – анекдот от Виктора Шендеровича. Вы знаете, сегодня ключевой анекдот, мне кажется, после 2014 года, он не буквально про Путина, он про нас. Я его очень люблю. Это про Илюшу Муромца, который едет по дороге. Ну, как всегда, там камень-развилка, там налево пойдешь коня, потеряешь, там прямо пойдешь сам голову сложишь. А направо пойдешь – охренеешь. Ну, Илюша, конечно, едет направо, и сутки едет двое, жарко, и третьи сутки совсем жарко, под доспехами чешется, пить охота невозможно, поворачивать поздно, и вдруг он видит студеное озеро свежее, он к нему. А на берегу лежит трехголовый змей, значит, Горыныч. Ну, Илюша меч-кладнец вынимает, одну голову хрясь, другую хрясь. А третий говорит, Илюш, ты охренел? Он говорит, я пить хочу. Говорит, пей, кто тебе мешал? Впрочем, как принято говорить, вишенка на торте – это не сам анекдот, который мы услышали от Виктора Шиндеровича, сколько, с моей точки зрения, осмысление этого анекдота от Виктора Шиндеровича. Вот мне кажется, что это анекдот про нас, потому что никто нам просто… Мы охренели, мы охренели, мы охренели с этими войнами, мы охренели с этими лошариками, с этим вызовом всему миру, с этим противостоянием всему миру. Перед нами вот свобода, нам дали свободу, дали сверху когда-то свободу. Сказали, вот вперед, вот Европа, вот европейский опыт, вот выборы, вот инструменты. Давайте, вперед! Да? Но мы не можем, мы вот обязательно нам меч колднец и рубить головы. Нам никто не мешает пить из этого студеного озера. Мы просто охренели. Пока охренение не пройдет, хуже будет только нам. А теперь о протестах из-за выборов в Москве. В воскресенье, 14 июля, я с интересом посмотрел прямую трансляцию, которую ввел телеканал «Дождь». Трансляция была с Трубной площади, и протестовали москвичи. Для вас, уважаемые друзья-подписчики, я сделал некоторые фотографии этого протестного движения «Москвичей». Один из баннеров протестного движения. Я за допуск независимых оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Я против Путина, его ставленников, единой России, банды коррупционеров, жуликов, воров. Программа «Здесь и сейчас». Один из ее ведущих, Павел Лобков. Нравится мне как журналист. Елена Лукьянова, доктор юридических наук. Непонятно, что признано поддельным. У меня достаточно выработанная преподавательская подпись. Она не сложная совсем. Говорят, такие подписи трудно как раз подделывать. Проще подделать сложные, вычурные подписи с завитушками. И телеканал «Дождь» в программе «Здесь и сейчас» информировал. Елена Лукьянова, доктор юридических наук. «Я написала письмо в ЕСПЧ. Я видела сегодня, что хельсинская группа и уполномоченные по правам человека достаточно серьезно озабочены ситуацией». Из той же серии моих снимков во время репортажа «Дождя. Кто не пускает оппозицию на выборы?» Дождь записала интервью по телефону Валентина Горбунова, председателя Мосгоризбиркома. Телезрители узнали, что он в составе городской комиссии работает с 1993 года по настоящее время. Под стать был и компромат на Валентина Горбунова. Здесь и земельные участки, и квартиры, его супруги и т.д. и т.п. А это уже из досье Навального от фонда борьбы с коррупцией Московской избирательной комиссии. История ужасно символическая. «Человек 20 лет занимается тем, что через фальсификации назначает нам ту власть, которую мы не хотим, за которую не голосуем. А сам свел уютное гнездышко в европейской Хорватии, чтобы спокойно встретить там старость». Гость программы «Здесь и сейчас» известный политолог Глеб Павловский. Илья Яшин, кандидат в Мосгордуму. Москва, Трубная площадь, 14 июля 2019 года. Ну как же без гаджетов. Кажется, уже кого-то повязали. Да, и уже готовы усадить в автозак. Телеканал «Дождь», с моей точки зрения, достаточно профессионально информировал своих подписчиков о событиях на Трубной площади в Москве. Ну вот, достаточно глубокое их осмысление я услышал на канале в Ютубе «Соби Ньюз». И сейчас постараюсь вам это продемонстрировать. Начало программы «Соби Ньюз». Радзиховский. Почему Путин не пустил таких, как Соболь и Яшин? Соби Ньюз. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики Леонида Александровича Радзиховского. Мы сегодня позвони Леониду Александровичу. Дело в том, что мы пишем эту программу. В понедельник, в воскресенье, в Москве, возле Московской избирательной комиссии, было по обыкновению разогнано собрание людей, которые протестовали против незачитывания подписей избирателей, которые нужны были для регистрации в кандидаты в Московскую думу. Таких людей, как Люба Соболь, как Яшин, как Гудков младший и так далее. А перед этим был анонс. Кто такие эти легитимные оппозиционеры на сегодняшний день в России? Это те, кого Ильфа Петров называли жалкие и ничтожные личности. Вот во время разгона этой самой демонстрации было видно, как эти оппозиционеры убегают от полиции, как Паниковский убегал от владельцев Гуся. Это обычные, совершенно не героического склада, отнюдь не титаны духа и тела. Не фанатики, не готовы идти не только на смертное, на мучение. Самые обычные обыватели, но энергичные, но с политической жилкой. Что они могут? Ничего. Но когда к ним присоединяется страшное раздражение миллионов людей, когда они на одну секунду выражают настроение огромного количества людей, когда ветер истории бьет им, этим гусекрадом, в спину, а начальство в лицо, в эту секунду все меняется. И грозные, непобедимые полицейские превращаются действительно в жалких, ничтожных личностей. Гусь перелетает на ту сторону. Не раз говорил и писал о том, что сейчас, пожалуй, на всем постсоветском пространстве очень важно просветительство и осмысление. С точки зрения Леонида Радзиховского Волки и овцы, кошки и мышки вдруг мгновенно меняются местами. В разгар президентской кампании в Украине на своем канале в Ютубе я сделал один из сюжетов, который назвал «Давайте дружить Ютуб-каналами». И среди рекомендованных мною каналов был и Соби Ньюз. Я подписался на него и рекомендовал это сделать своим подписчикам. Услышав комментарий Леонида Радзиховского о протестах москвичей, оставил свой спасибо. С моей точки зрения, это очередной мастер-класс от Радзиховского. То, что видел в прямых эфирах дождя протесты улицы москвичей в день падения Бастилии, помог благодаря вашему, Василий, а Василий это ведущий, каналу, помог в лучшем смысле слова осмыслить Леонид, которому мысленно аплодировал экспресс-анализ на постсоветском пространстве и в мире, увы, реалии 21-го и 20-го веков. Отдельное спасибо за видеоряд. Мне нравится, как видеоряд дополняет мысль гостей канала. И я дам обязательно ссылку на этот канал Соби Ньюз и рекомендую вам стать его подписчиками. Не раз говорил и писал, что в мире ничего случайного, пожалуй, не происходит. Всё между собой взаимосвязано. И вот сегодня, в который раз убедился, что это действительно так бывает, рано утром по времени в Филадельфии на канале Соби Ньюз. Я с интересом слушал, потому что запись это была телефонная беседа этого канала, повторяю Соби Ньюз, беседу с Леонидом Радзиховским. А вот вечером, опять-таки с интересом, уже смотрел и слушал Леонида Радзиховского в программе «Политика. Прямая линия» на телеканале «Дождь». Вашему вниманию фрагменты из программы «Политика. Прямая линия» с Леонидом Радзиховским на телеканале «Дождь». В 2024 году Путин или должен сломать конституцию, то есть отменить ограничения по числу выборов и идти, опять же, так сказать, по беспределу в пожизненные президенты, или продвигать преемника, или менять всю систему власти, вводить какой-то там госсовет, становиться премьером, переделав республику из, значит, президентской, в парламентскую и так далее. В любом случае, 2024 год – это рубеж. В этот момент очевидно, рейтинг власти, рейтинг Путина, который и сейчас довольно низок, еще дополнительно упадет. Почему? Потому что уровень жизни, нет никаких оснований считать, что повысится. Есть все основания считать, что он будет и дальше понижаться. А главное – это не уровень жизни, а уровень раздражения людей и уровень усталости от 25-летнего Путина. Единственная отмазка власти, а именно, все плохо, но мы боремся с НАТО, мы отстаиваем суверенитет, и если кто-то задает вопрос, почему у Собянина Бузина, то на это следует ответ, а потому что в Киеве американский дядька. Вот до поры до времени эти ритуальные телодвижения срабатывали. Они казались первичными. Теперь, я думаю, они срабатывать не будут. В 1924 году Путину 72 года. Он 25 лет в власти. За эти 25 лет он привык общаться с Ганди, с Папой Римским и с президентом США. Он не привык разгребать дерьмо под видом пенсии, ЖКХ, зарплаты, Росцен. Для разгребания дерьма есть премьер-министр. В 72 года произвести себя из собеседника Ганди в управдомы? Он что, сумасшедший? Его рейтинг и так падает. Хотя он занимается исключительно суверенитетом, борьбой с НАТО и спасением Сирии. А если он в 72 года не только суверенитетом и борьбой с НАТО займется, а конкретно он, как премьер, лично он, будет отвечать за те самые пенсии, ЖКХ. Он что, самоубийца? Повторю, что смотрел и внимательно слушал эту программу с огромным интересом. Рад, что у меня в пакете Картина ТВ есть телеканал «Дождь». К сожалению, в этом конкретном случае не могу дать вам полную версию, потому что... Полная версия доступна для подписчиков. А в заключении анекдот от блистательного актера Александра Ширвинда, которому исполнилось слава Богу 85 лет. Дай-то Боже ему здравия, благополучия и его оптимизма. Журналист попросил юбиляра рассказать его любимый анекдот. Что если российскому политологу отрубить голову, она еще полчаса будет говорить об Украине. Будьте все здоровы, благополучны и счастливы. Искренне ваш Дэви Аркадьев. 19 июля 2019 года. Филадельфия.